На конкурс 10-й стихи. Воданова Настя, 12 лет. Черный человек. Сергей Александрович Васильевич, черный человек. Другой. Другой. Я очень-очень ловлю. Сам не знаю, откуда взялась в такой. То ли ветер свистит, то пустынь, на безумный боль. Только прошу, смейте, посыпает мозги. Голова моя машет ушами, как крыльями птица. Ей на шее и ноги маячить больше не будешь. Черный человек. Черный. Черный человек на кровать ко мне садится. Черный человек спать не дает мне всю ночь. Черный человек подет пальцем по мерзкой книге. И гнул сам на ноги, на усопший монах. Считает, бежит какой-то враг, постар. Из-за блудыки нагоняя на душу, послужит. Странно. Слушай, слушай. Бормочет он мне в книге много прекраснейших мыслей и планов. Этот человек прожил в стране самых отвратительных. Громил и шалатан. В декабре в той стране снег, да дьявол, он чист. И метели заводят веселые прялки. Был человек тот, а будь турист. Но самый высокий и лучший мать. Был он взят, что мужик поэт. Хоть с небольшой, но хватистой силой. И какую-то женщину с сорока с лишним лет Называл смертной девочкой из своей умни. Счастье, говорю он, есть ловкость ума? И у. Все неловкие души за несчастных всегда известны. Это ничего, что многому приносит изломанные и лживые жесты. Грозы, буря, житейскую стыню, пронежала кнутрату. И когда тебе грустно, касаться улыбчивым и простым. Самое высшее в мире искусство. Черный человек, ты не смеешь этого. Ты ведь не на службе живешь, водолазовый. Что мне на жизни, как скандального поэта, пожалуй, Сто другим читай и рассказывай. Черный человек глядит на меня в упор. И глаза покрываются голубой переводы. Сто научит сказать мне, что я журик и вор. Так бесстыдно и надо, а покравший кого-то. Друг. Друг. Мне очень-очень больно. Сам не знаю, откуда родилась она. То ли ветер свистит, то ли пустына без любви вори. То ли плачет тябрит, высыпает мозги. Могу. Ночи морозы. Тихо, кумирается. И один, пара, вы не бойся, не думаешь. Вся равнина покрылся. Машин, я не знаю, как в саде, поселить. Где-то плачет, начиная злоречиться. Деревянные садики себе и пропадутся. Вот, опять это черное на кресло мое садится. Приподнял свой цилиндр и откинув небережный сюрпун. Слушай, слушай, хрипел, смотря мне в лицо, совсем ближе и ближе конится. Я не видела, чтоб кто-нибудь из подлецов так не нужны глупостановые сонницы. А, положим ошибся. Ведь мне еще луна. Что же нужно еще? Напоем надеремую велику. Может, стол с доверяшками. Тайна придет она, и ты будешь считать свою дохлую, томную лирику. Ах, люблю я про это. Серьезно-волосый урод, говорит о мирах? Не знаю, не помню. В одной селе, может, в колуне. А может, в Рязани? Жил манчик в простой крестьянской семье. Желтые волосы, с голубыми глазами. Либо сталым взрослым. К тому же поэт. Хоть с небольшой, но хватистой силы. И как будто женщина сорока с лишним лет. Называлась первой девочкой и своей милой. Черный человек, ты и прескверный гость. Это слово давно при тебя разносится. Я взбешен, разъярен. Не лети твоя трость. Прямо к морде его, в переносицу. Месяцу. Ах ты вот, что ты очень, конечно. Я цель не стану. Никого самому. Я один из этих всех.